Здравствуйте дорогие зрители, сегодня я расскажу вам о сторонних модификациях клиентов War Thunder, которыми пользуюсь сам и которые могут улучшить ваш игровой опыт и комфорт. Начнем с прицелов. Прицелы можно устанавливать как на наземную технику, так и на воздушную. Танковые прицелы актуальны и для СБ, где есть параллакс, и для более аркадных режимов, где целится через ствол. Вот стандартный прицел, а вот пользовательский. Разница налица. Для СБ пользовательские прицелы еще более востребованы, ведь в СБ есть параллакс. И куда удобнее стрелять с прицела, который описывает видимую траекторию полета снаряда. Для сравнения стандартный прицел, прицел настоящий из реальной жизни и прицел с учетом параллакса. Как мы видим и настоящий и пользовательский прицел описывают похожую дугу, тогда как на стандартном прицеле придется прикидывать все это на глаз. Более подробно эту тему осветил минукладчик, кому интересно можете ознакомиться с его видео. Установка танковых прицелов максимально проста, если вы, конечно, БК-боярин. Достаточно скачать прицелы и закинуть их в папку War Thunder User Sites. Прицелы для конкретных танков раскидываем по соответствующим папкам, а прицелы, предназначенные для всех танков, перемещаются в папку All Tanks. После того, как мы закинули прицелы, необходимо прошать сочетание клавиш Alt F9. Важно разбиндить это сочетание клавиш в Overlay NVIDIA, иначе игра просто не увидит вашу комбинацию клавиш. Отдельно стоит отметить цвет. Для любого прицела можно установить два цвета, переключаться он будет на кнопку включения подсветки прицела. Для самолетов и вертолетов прицелы устанавливаются через камуфляжи. Насколько я понимаю, это доступно только для техники без Илса. Прицелы на самолетах настраиваются и заменяются заметно сложнее, чем на танках. Но знаете, что это возможно? Ангар. Замена ангара может проводиться как для наведения какой-то субъективной красоты, так и для удобства настройки и изучения техники. Конкретно этот ангар позволяет наносить наклейки и декораторы на технику с любой стороны, а также позволяет ознакомиться с бронированием днища наземной техники. С чем в стандартном ангаре есть некоторые проблемы. И последнее, но не по значению, это стороннее программное обеспечение WTRTI. Эта программа нужна для того, чтобы выводить на экран показания с браузерной карты. Актуально только для авиации. Я использую эту программу для предупреждения о достижении критической скорости или перегрузки, а также как индикацию механизации самолета. У Литкины Гейди Зигнеры, к сожалению, за 12 лет существования их авиасимулятора, не додумались до вывода на экран индикатора закрылок, тормоза и шасси. А на этом все. Если видео было для вас полезным или интересным, вы можете поставить лайк и подписаться. На этом канале можно многое узнать о War Thunder.